Беседа о святом священномученике Фокии против еретиков и на 141-й Псалом. Блистателен был вчера у нас город, блистателен великолепен не потому, что были в нем колонны, а потому что был мученик с торжеством, прибывший к нам из понта. Он видел ваше гостеприимство и преисполнил вас благословением. Он похвалил ваше усердие и благословил присутствовавших. Я назвал блаженными собравшихся и участвовавших в его благоухании, а отсутствовавших я назвал несчастными. Но чтобы потеря их не осталось неисправимой, мы прославляем его опять в другой день, чтобы и отсутствовавшие по нерадении усердием удвоили благословение от мученика. Как я часто говорил, так и не перестану говорить. Я не наказание требую за грех, но приготовляю врачиство для немощных. Ты отсутствовал вчера? Приди же хотя сегодня, чтобы тебе видеть его уходящим в собственное место. Ты видел его идущим через торжеще? Посмотри его и плывущим по морю, чтобы обе стихии воздух и море наполнились его благословением. Никто пусть не уклоняется от этого священного торжества. Ни дева пусть не остается дома, ни жена пусть не задерживается в жилище. Оставим город пустым и переселимся ко гробу мученика. Ведь и цари ликуют вместе с нами. Какое же имеет оправдание частный человек, когда цари оставляют царские чертоги и сидят при гробе мученика? Такова сила мучеников, что она уловляет не только частных людей, но и носящих диадемы. Она по срамлению язычников, она по рестанию их заблуждения. Она по гибель бесов, она наше благородство и венец церкви. Я ликую вместе с мучениками и пляшу, вместо лугов взбирая на их трофеи, потому что вместо источников они источили кровь. Кости их истощены, а память их имеет каждый день. Как невозможно погаснуть солнцу, так и памяти мучеников, потому что сам Христос изрек небо и земля, «Прейдут слова же мои, не прейдут». Впрочем, похвалы мученику отложим до удобного времени, и сказано достаточно по причине усердия тех, которые должны были собраться и сделать блестящим день праздника. Как я вчера говорил, так и сегодня опять говорю. Для мученика не будет никакой славы от присутствия многих, а нам благословение будет прибылью от присутствия при мученике. Как взбирающий на солнце не делает этого светила более светлым, но освещает собственные глаза свои, так точно и почитающие мученика, не его делает более славным, но сам от него приобретает просвещающее благословение. «Сделаем же опять море церковью, вышедши туда со светильниками, соединив, огонь с водой и воду наполнив огнем. Никто пусть не боится моря, мученик не боялся смерти, а ты боишься воды». Впрочем, довольно сказали мы об этом предмете. Предложим теперь вам и из прочитанного сегодня обычную трапезу. Хотя и стеснены ваши тела, но пусть окрыляется в душах. «Я смотрю не на тесноту вашу, а на усердие. Приятное для кормчево волнующееся море, приятное для учителя морем разлившаяся церковь. В этих водах нет ни солености, ни подводного камня, ни чудовищ, но море и влага, исполненные благоуханием. Здесь корабли, переплывающие не от земли к земле, но от земли на небо, содержащие в себе ни деньги, ни золото и ни серебро, но веру, любовь, ревность и мудрость». 747. Итак, направим тщательно корабль, который никогда не погибает и не подвергается кораблекрушению. Но слушайте внимательно то, что говорится. «Псалом сегодня выводит нас на ротоборство с еретиками. Не для того, чтобы свалить их стоящих, но чтобы восставить лежащих. Такова именно наша война. Не из живых она делает мертвыми, но из мертвых приготовляет живых, изобилая кротости великим смирением. Я гоню не делом, а преследую словом. Не еретика, но ересь. Не человека отвращаясь, но заблуждение ненавижу. И хочу привлечь к себе заблуждающегося. Я веду войну не с существом, потому что существо – дело Божие, но хочу исправить ум, который развращен дьяволом. Как врач, леча больного, не против тела воюет, но истребляет повреждения тела, так и я, если буду сражаться с еретиками, то сражаюсь не с самими людьми, но хочу истребить заблуждение и очистить гнилость. Мне привычно терпеть преследование, а не преследовать. Быть гонимым, а не гнать. Так и Христос побеждал, не распиная, но распятый. Не ударяя, но приняв удары. Если сказал я худо, говорит он, то покажи, что худо. А если сказал хорошо, то что ты бьешь меня? Владыка Вселенной оправдывается перед рабом Перосвященника, приняв удары по устам, из которых исходило слово и укращало море, и возбудило из мертвых четверодневного лазаря, от которых убегало зло, от которых разрешались болезни и грехи. Это чудо распятого. Имея силу послать молнию, поколебать землю и сушить руку раба, он не сделал ничего такого, но даже оправдывается и побеждает кротостью, научая тебя, человека, никогда не приходить негодований. Чтобы ты, хотя бы ты был распинаем, хотя бы получал удары, говорил тоже, что владыка твой. Если я сказал худо, покажи, что худо. А если сказал хорошо, то что ты бьешь меня? И посмотри на его человеколюбие. Как он обиды рабов отомщает, а обиды себе пропускает. Был некогда один пророк, обличал нечестивого царя, и пришедший говорил, жертвенник, жертвенник, послушай. Третье царство, 13, 2. Так как царь Иеравам стоял, принося жертву идолам, то пророк пришедший обращает речи к жертвеннику. Что делаешь ты, пророк? Оставляешь человека и беседуешь с жертвенником? Да, говорит он. Почему? Так как человек стал бесчувственнее камня, то я оставляю его и беседую с этим, чтобы ты узнал, что камень слушает, а человек не слушает. Послушай, жертвенник, послушай. И тотчас распался жертвенник. Простер руку свою царь, желая схватить пророка, и не мог согнуть ее. Видишь ли, что жертвенник слушал больше, нежели царь. Видишь ли, что он оставил разумного и беседует с неразумным, чтобы послушанием последнего исправить бесчувственность и злобу первого. Жертвенник сокрушился, а злоба царя не сокрушилась. Но посмотри на случившееся. Царь протянул руку схватить пророка, и тотчас рука его стала как деревянная. Так как наказанием жертвенника он не исправился, то собственным наказанием научается послушание Богу. Щадя тебя, я хотел излить гневно камень, но так как камень не сделался для тебя учителем, то прими ты наказание. И простер руку свою, и тут же рука сделалась как сухая. Она стала за тем трофеем пророка, и не мог царь согнуть ее. Где диадема? Где порфиры? Где латы? Где щиты? Где войско? Где копья? Бог повелел, и все это погибло. Вельможи предстояли, не имея сил помочь, но сделавшись только зрителями удара. И простер руку свою царь, и рука одеревенела. Когда она сделалась сухою, тогда принесла плод. Посмотри, например, древо, бывшего в раю, и древо крестного. Когда то древо, будучи светущим, произвело смерть, а древо креста, будучи сухим, породило жизнь, так было и с рукой царя. Когда она была цветущей, тогда производила нечестие. А когда стало сухою, тогда привела послушание. Вот дивные дела Божии! Но, как я говорил, когда сам он получал удары, то он не делал никакого зла ударяющему. А когда рабу ему угрожала обида, то он наказал царя. Мучай тебя за оскорбление Бога мстить, а оскорбление тебя самого пропускать. Как и я мои оскорбления пропускаю, а за твои отомщаю, так и ты за мои отомщай, а свои пропускай. Но с напряжением обратите ко мне слух свой, ведь напряженный нужно иметь слух слушателям, когда время подвигов, чтобы вам в точности знать, как я связываю, как разрешаю грехи противников, как я ротоборствую и как поражаю. Если сидящий на зрелище нагибается, когда двое борются, напрягает свой взор, пристают на носки, чтобы видеть борьбу, исполненную стыда, чтобы видеть борьбу, которую подражать постыдно, то гораздо больше должно нам внимательно слушать божественные писания. Если ты хвалишь борца, то почему сам не делаешься борцом? Если же ты стыдишься сделаться борцом, то для чего подражаешь похвалею им? А здесь борьба не такая, но общая для всех и полезная как для говорящих, так и для слушающих. Я ротоборствую середняком, чтобы и вас сделать ротоборцами, чтобы вы не только когда поете, но и когда разговариваете, заграждали уста их. Что же говорит пророк? Голосом моим Господу возвал, голосом моим Богу помолился. Обрати внимание, уже ли это слово кажется делающим повод к борьбе? Посмотри, как я, сплетая венец и предмет состязаний, голосом моим Господу возвал, голосом моим к Богу помолился. Здесь призови ко мне еретика, присутствует ли он или не присутствует. Если он присутствует, то пусть поучается от нашего голоса, а если не присутствует, то пусть узнает через вас слушающих. Впрочем, как я сказал, я не гоню его присутствующего, но принимаю его гонимого, не вами на собственной совестью, по словам сказавшего. Несчастивый бегает, когда никто за ним не гонится. Притча 28.1 Церковь есть мать своих детей, которая их принимает, и чужих от чужим открывает недра. Общим местом зрелища был ковчег Ноев, но церковь лучше его. Тот принял неразумных животных и сохранил их неразумными. Это принимает неразумных и изменяет их. Например, войдет ли сюда лисица, еретик, и одел ее овсою. Войдет ли волк, и одел его агнцем. Сколько зависит от меня. Если же он не захочет, то это нисколько нет меня, а от собственного его разумения. Так и Христос имел 12 учеников, и один сделался предателем. Но не от Христа, а собственной развращенной воли. Так и Елисея имел ученика сребролюбивого. Но не по слабости учителя, а по нерадении ученика. Я бросаю семена. Если ты земля тучная, принимающая семена, то воздашь колос. А если ты камень бесплодный, то это нисколько нет меня. Будешь ли ты слушать или не будешь слушать, я не перестану напевать тебе эту духовную песню и поливать раны, чтобы мне не услышать, что день лукавый раб. Надо бы на тебе было отдать серебро мое торгующим. Голосом моим Господу воззвал, голосом моим к Богу помолился. Что говоришь ты, эритик? О ком говорит пророк, и кого называет он Господом и Богом? Об одном ведь лице речь. Эритики, перетолковывая Писание на свою голову и изыскивая всегда доводы против своего спасения, не чувствуют, как они толкают сами себя в пропасть погибели. И славословище и Сына Божия не делает его более славным. И злословище не причиняет ему вреда, потому что бестелесное существо не имеет нужды в нашем словословии. Но как называющий Солнце светлым не прибавляет ему света, и называющий его темным не уменьшает его сущности, а только в приговоре своем представляет пример собственной слепоты, так и называющий Сына Божий не Сыном, а Тварью представляет доказательство собственного безумия. А признающий Божественное существо его показывает собственное благоразумие. И ни этот не приносит ему пользы, ни тот не причиняет ему вреда. Но один борется против своего спасения, а другой за свое спасение. Они, как я сказал, перетолковывая Писание, остальное пропускают, а ищут, не найдется ли где-нибудь основания, по-видимому, несколько содействующего их болезни. Не говори мне, что причина этого Писания. Не Писание причинаю на их неразумие, подобно тому, как и мед сладок, однако же больной считает его горьким. Но это не медаупрек, а жалоба на болезнь. Так и сумасшедший не видит предметов. Но это не вина предметов видимых, а извращение суждения сумасшедшего. Бог сотворил небо, чтобы мы взирали на создание и поклонялись создателю. А язычники обогатворили создание. Но причина не создание, а их неразумие. И как неразумный ни от кого не получает пользы, так благоразумный получает пользу и от самого себя. Что равно со Христом? Однако и от Него Иуда не получил пользы. Что негоднее дьявола? Однако Иов получил венец. Ни Иуде не принес пользы Христос, потому что он был неразумен. Ни Иову не повредил дьявол, потому что он был благоразумен. Говорю, это для того, чтобы никто не осуждал Писание, но неразумие худо-толкующих сказанное хорошо. Ведь и дьявол беседовал со Христом от Писания. Но вино и не Писание, а ум худо-толкующий сказанное хорошо. Желая доказать, что сын меньше отца, и реки-ки ходят, отыскивая странные выражения. И об этих именах Бог и Господь говорят, что Отец – Бог, а Сын – Господь. Он разделяет эти имена и приписывает имя Бога Отцу, а имя Господь Сыну, как настоящие делители божества и раздаятели жребия. Приписывает ли Писание Сыну название Господь? Это ли говорит оно? Разве ты не слышал, как псалом говорит сегодня к одному лицу – «Голоса моим Господу возвал, голоса моим Богу помолился». Итак, он называет его и Господом, и Богом. Кто, по-твоему, Бог – Сын или Отец? Конечно, скажет, что эти имена принадлежат Отцу. Итак, Сын – Бог, и Отец – Господь. Для чего же ты разделяешь эти имена? И одно там прибавляешь, а другое здесь отделяешь. И Павел, ой, если бы ты послушал Павла и был блаженным, говорит, «Но един Бог – Отец, из Которого все, и один Господь Иисус Христос, с Которым все». Он разве назвал Сына Богом, но как Господом? Что же, скажи мне, Бог важнее, нежели Господь, и Господь меньше, нежели Бог? Слушайте, прошу вас с напряженным вниманием. Если я докажу, что Господь и Бог одно, что ты скажешь? И Бог одно. Ты говоришь, что Бог больше, а Господь меньше. Послушай пророка, который говорит, «Сей Господь, створивший небо, сей Бог, устроивший землю». Господь – небо, и Бог – землю. Слово Господь и Бог употребил он об одном и том же лице. И еще. «Слушай, Израиль, Господь, Бог твой Господь единый». Дважды Господь, и однажды Бог. И сперва Господь, а потом Бог, и опять Господь. Если бы последнее было ниже и первое выше, то о великом существе он не употребил бы выражение меньшего прежде большего, но сказав большее, удовольствовался бы и не прибавил бы меньшего. Поняли ли вы, что я сказал? Я повторю наставление, так как здесь не зрелище для показа, но поучение для душевного сокрушения. И для того, чтобы вы уходили отсюда безоружными, но чтобы возвращались вооруженными. Бог, говоришь ты, и летит выше, а Господь ниже. Я указал тебе на пророка, который говорит, «Господь, сотворивший небо, Бог, устроивший землю, указывает тебе еще на Моисея, который говорит, «Слушай, Израиль, Господь, Бог твой, есть Господь единый». Как единый? Если два имени, а одно меньшего, а другого большего существа. Существо, конечно, не больше и не меньше себя самого, но равно и неразрывно. Господь, Бог твой есть Господь единый. Вот я доказываю тебе, что имя Господь, то же, что и Бог. Вообще же, если Господь ниже, а Бог выше, то какое должно быть имя Его? Меньшее Господь или большее Бог? Если Он скажет, как имя Мне, то что скажешь ты, Юрий Тих? Скажешь, что Господь имя Сына, а Бог Отца, как более свойственное. Но если я докажу тебе, что имя Господь меньшее, служит отличительным Его имяем, то что ты сделаешь? Да познает, что тебя гое Господь, говорит пророк, имя тебе. Разве Он сказал Бог? Псалом 82, 19. Хотя, если имя Бог больше, то почему не сказал пророк? Да познает, что имя тебе Бог, если собственного Его и свойственное. Ему имя есть Бог, а чуждо Ему, как низшее, есть Господь. Да почему Он сказал? Да познает, что имя тебе Господь. Имя малое, меньшее, низшее достоинство Его. А не сказал имя великое и высокое, достойное Его существа. Чтобы ты знал, что и это не есть малое, не низшее, но имеет такую же силу, да познает, что имя тебе Господь. Ты един, Вышний во всей земле. 752. Но ты не отступаешь в сражение, а опять говоришь, что имя Бог больше, а Господь меньше. Итак, если я покажу, что Сын называется этим именем Большим, что ты скажешь? Прекортишь ли сражение? Отстанешь ли от состязания? Признаешь ли свое спасение? Освободишься ли от безумия? Понял ты, что я сказал? Так как имя Господь приписывает Сыну, а Бог Отцу, как большее, то если я покажу тебе, что Сын называется этим Большим именем, Бог, сражение окончено, я покоряю тебя Твоим оружием, и на Твоих крыльях становлюсь выше Тебя. Ты сказал, что имя Бог больше, а Господь меньше. Я хочу доказать, что меньшее не приличествовало Отцу, если Он был большим, и большее не приличествовало Сыну, если Сын был меньшим. Послушаем пророка, который говорит, Сей Бог наш, и никто не сравнится с Ним. Он нашел все пути премудрости и даровал рабу своему Иакову и возлюбленному своему Израилю. После всего Он обитал на земле и обращался между людьми. Варух 3.36 Что скажешь ты на это? Будешь опровергать эти слова? Но не можешь. Истина остается блистающей собственным светом и ослепляющей глаза еретиков, не желающих верить ей. Хотя глубоко это состязание и велик жар, но слово это больше превосходнее неудобства слушающих. И жар уталяется росой поучения. Если мы собираемся однажды или дважды в неделю, то слушателю не должно быть нерадивым. Когда ты выйдешь отсюда и кто-нибудь спросит тебя, о чем беседовал учитель, ты скажешь против еретиков, если он скажет, о чем он беседовал, и ты не найдешься отвечать, то стыд тебе величайший. А если ответишь, то уколешь его, если то будет еретик, исправишь его, если то будет нерадивый друг, привлечешь его, если невоздержанная жена, вразумишь ее, а отвечать ты обязанной жене. Жена, говорится, церкви да молчит. Если чему хотят жену научиться, то пусть спрашивают дома у мужей. Когда ты придешь домой, жена спросит тебя, что принес ты мне из церкви? Скажи ей, не мясо, не вина и не золото, и не нарядов, украшающих тело, но слово, умудряющее душу. Когда ты придешь к жене, то предложи духовную трапезу, скажи наперед, пока свежа память. Насладимся духовным, а потом насладимся в чувственную трапезу. Потому что, если мы так устрояем дела свои, то будем иметь Бога среди нас и трапезу благословляющего, и нас увенчивающего. За все же это будем благодарить самого Отца со Сыном и Святым Духом. Ныне и пресне, во веки веков. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...